Создается такое впечатление, в нашем городе существует клан Чуфырева. По-моему, только он и правит балом. Но и вот остальные здесь не причастны. Поэтому я бы хотела, чтобы разобраться в данной ситуации, почему нас они не были. Коммунальный рынок на сегодняшний день действительно тяжелый рынок. Все вы видите прекрасно, как и компания банкротится, обманывают нас, жителей. Вас и нас, я такое же точно, собственное жилье, так же точно пострадал от аппетита комфорта в свое время. Хочу сказать, что изначально было сделано так. Если вы помните, когда создавался аппетитный комфорт, он был сделан силовым методом. Мы обращались в прокуратуру. Я считаю, что там была куча громадных нарушений. Но, тем не менее, все это проигнорировали. Создана она была с 1 июня или с 1 июля, не помню какого года. Но нюанс здесь тот, что с 1 июля вот эти все платежи, с 1 июня пошли в новую правильную компанию, аппетитный комфорт. Еще тогда, несколько лет назад. Мы все аккуратно платили 1-12 часть отопления. То есть, компания сгенерировала сразу, за июнь, июль, август и сентябрь, кучу денег тепловых, которые не отдали ТГК. Ну и отсюда у них все это пошло. То есть, мое мнение такое, что изначально эта компания была создана для того, чтобы вывести деньги. Я не раз выступал на эту тему и говорил. Но, все-таки, все вот те люди, которые там были, да, и Джекангерута досталась. Я хочу сказать, что вообще очень тяжелая компания. Конечно, ему, может быть, кто-то что-то много обещал, да, обещали там дорогу, финансирование. Но, я думаю, что человеку очень тяжело. Это был труп компания, да, заветомый труп. То есть, как бы, люди вскрытия покажут, что действительно это было так. То, что касается сейчас вот этих компаний, не знаю конкретно, сколько компаний там, 15-18. Никто сейчас запрещает людям открываться, создавать управляющие компании, управлять давами. Все зависит от вас, уважаемые жители. Как только вы начинаете проявлять, ну, никакой позиции, то есть, молча, да, вот с вашего молчаливого согласия, вот, весь этот беспредел творится. Вы должны, вы можете там голосовать, да, вот это протокол, только читайте внимательно, смотрите, чтобы вам, да, чтобы вам не подсовывали, там, распишите, что вы не согласны, или человек расписывается, в итоге он пишет, что он согласен. Молодцы, что собрались, все правильно. И я не думаю, что Джекангеру кто-то будет вставлять палки в колеса, да. Не хотелось бы в это верить в нашем городе, но давайте посмотрим. А почему постоянно эту тему Джекангерова, вот, его кандидатуру трясут? Вы посмотрите, у нас 15 компаний, ни один из управляющих компаний не бывает на брифингах. Джекангеров там каждый понедельник. Его что, приглашают или, я не знаю? Ну, во-первых, наверное, потому что, все-таки, сама по себе компания скандальная, которую она управляла. Потом, эта компания, которая, ну, на сегодняшний день, вот, даже оставшиеся 107 домов, это почти четвертая часть города. То есть, условно говоря, человек, который создает определенную, наверное, какую-то сферу, да, и настроение жителей тоже, в том числе, регулирует. И он, и он человек открытый, да, такой вот, действительно, общительный. Я с ним общался, поверьте, я много обращаюсь, жители ко мне, я просто звонил ему лично, и вопросы решались. Это действительно так, как бы, да. Поэтому на нем и есть. Можно, да, всегда так, кто везет, на том и едут. Можно добавить, вот тот же, допустим, Бова говорит, нужно помогать, агитируйте, создавайте. Он молодой, да, в чем-то, может быть, он ошибается, в чем-то. Его, ему же нужно помочь, а не по рукам бить, как вот сейчас. Вот он плохой, компания плохая, все плохое, все плохое. Это же неправильно. Не нужно говорить, что все плохое.